Всем привет! В прошлом ролике я рассказал о себе, и в этом я планирую немного рассказать о том, как набрать своих первых подписчиков ВКонтакте и как заняться немного продвижением себя. Ну а на фоне мы посмотрим, как я рисую Эдварда Билла в 3D, ну вернее моделирую, как вам удобно, и начнем. Мой путь развития как медийной личности заложился, как ни странно, но с музыкой. Тогда я еще не знал, что буду рисовать, но знал, что тихая и закрытая жизнь не для меня, и я хотел как-то показывать свое творчество в сети. Спустя время я все же пришел к рисованию и создал свой первый паблик с рисунками. За 4 года примерно я там собрал около 6500 человек, может больше, сейчас этот паблик уже брошен, но ввиду новых алгоритмов ВКонтакте, и как бы об этом я расскажу вам в следующий раз. Так вот, потом я создал еще один паблик, его бросил, там было 2200 человек, и буквально прошло уже 2 месяца после того, как я его закрыл. Теперь вот я введу сейчас новый паблик, сейчас тут уже более полутора тысячи человек. Кстати, прямо сейчас рекомендую на него подписаться и продолжить просмотр, ссылки будут в описании. За этот период я вложил максимум знаний, которые выработал с годами, и сейчас я вам хотел бы их перечислить. Это 5 пунктов, которые нужно соблюдать. Итак, первое. Не забивайте на контент. Что это значит? Это значит, что не надо делать один пост в месяц и ждать вдохновение для следующего рисунка. Поставьте себе цель, зачем вам много подписчиков. Если вы знаете ответ на этот вопрос, мотивируйтесь им. Делайте как можно чаще посты, пусть они будут не готовы, а арты просто скетчи, или может быть опрос какой. Но главное, пусть все будет от сердца, а не просто для галочки. Люди чувствуют, когда все идет впустя рукава. Да вы и сами об этом знаете. Второй пункт, который я хотел отметить, это реклама. Если есть некие сбережения или месячные жетки на мороженку, то советую вам вложиться в рекламу. Почему, спросите. Дело в том, что современные реальности в ВК такие, что без вложения очень трудно прокачать аудиторию. ВК построен так, чтобы автор постоянно покупал рекламу для увеличения охватов. Реклама может быть два вида. Это таргет по подписчикам и покупка прямой рекламы. Таргет показывает вашу рекламу по определенной аудитории. Для художников и других творческих людей я советую собрать таблицу, где вы разместите все паблики своих коллег. Чем больше вы их будете туда размещать, тем лучше. Как правило, собрать такую базу и настроить таргет. Я расскажу в отдельном ролике, так как тема вообще не обширная. Но даже сейчас вы можете использовать мои советы и достигнуть хороших результатов. Прямая реклама. Прямая реклама это вы просто пишите художникам, пабликам с картинками или вообще любому паблику, в котором может быть ваша аудитория. Просто вписывайтесь с владельцем площадки, договаривайтесь о формате рекламы. Может быть это пост или репост, что еще. Выбирайте сами, потом выбирайте время и дату, оплачивайте, получайте приток новых подписчиков. В общем это весьма удобная позиция, рекомендую. Все это я сейчас рассказываю прямо по самым верхам. И если вы напишите в комментариях, что расскажет более широко, то я обязательно сделаю ролик на эту тему. Третий пункт это меняйтесь с другими коллегами из вашей сферы, постами. Работайте вместе, делайте коллаборации. И это вам и вашему коллеге даст тоже новых подписчиков. Просто размещайте друг у друга пост о себе или о вашей работе и его оба в плюсе. Также есть еще такой способ, как участие в конкурсах или челленджах. Это будет четвертый пункт. И смотрите, когда вы участвуете в этих вещах, вы заливаете туда свои работы, указываете теги, события. Ну а если мы говорим про контакт, то вы заливаете пост, указываете какие-то теги. Например, это инктобер, тег инктобера и другие. Можно собрать их, если погуглить. После этого люди вас ищут по этим тегам и, естественно, вы получаете неплохой приток. А если это еще какой-то конкурс, то там на сторонних площадках размещаете свой пост и там тоже будут на вас ссылки. Потоки довольно-таки неплохие и, скорее всего, вы найдете своих подписчиков и таким способом. Кстати, есть еще один пятый пункт. Это Прометей. Я думаю, многие об этом знают. Может, кто-то уже получал, но не все им правильно пользуются. Я лично его не получал. Видимо, ВК считает, что я делаю плохой контент. Но те, кто его получает, ловят охваты постов до 300% по сравнению с обычными вашими постами. Если в период его работы в вашем паблике вы будете придерживаться моего первого совета, это про периодичность контента, то именно регулярность постов вам поможет поднять на Прометей очень много ваших читателей. У вас пойдет органический охват, рост подписчиков, который вам даст ваш контент. Но если вы будете постить, что попало, то тогда вам Прометей толку не даст, а может даже и навредит, испортив статистику, и там налетят куча ботов и прочего не заинтересованного народа. Но главное, относитесь к этому с умом и делайте то, что вы всегда делаете. Не надо ничего там рекламировать в этот момент. Просто получайте максимум пользы от халявной рекламы. На этом я думаю заканчивать свой ролик, но это не вся информация, которая у меня есть. Я могу действительно долго вам рассказывать, что и как надо делать, но это неразумно. Сейчас на вас все это выливать, так как надо усвоить все, что я ранее сказал. Если этот ролик соберет 500 лайков, например, я обязательно запишу вторую часть, где я раскрою более подробно какие-то пункты или новые фишки. Они непосредственно есть, и с опытом я все больше и больше буду об этом понимать. Однако есть единичные советы, которые я теперь публикую в своем инстаграме. Опять же ссылки будут в описании. И буду рад вас видеть там. Закиньте, пожалуйста, этот ролик своим друзьям, знакомым или просто в свои сохраненки. Напишите комментарии, что вам понравилось. И я думаю, все то, что я сказал, вам пригодится. Вы это будете использовать и принесет вам ваших первых подписчиков. Или, может, уже даже у вас больше, чем у меня. А советы вам в любом случае пригодятся. И этот ролик будет актуален, я думаю, всегда, в любое время года, в любой год. Пусть это будет через 5 лет. Ну, в общем, посмотрим. Спасибо за просмотр. Жду вас на всех своих площадках. В новых роликах вас тоже буду ждать. Приходите посмотреть. С вами был Hellbrush. И до новых встреч. Всем пока.